Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас очень важная премьера. Премьера медицинской передачи. Передачи, связанные с офтальмологией. Зариф Корень так мы ее назвали. Такое рабочее название естественно будет соответствующая и заставка. Вот сегодня такая премьера передачи. Мы поговорим как раз о таком заболевании которое весьма распространено и в Латвии. И не только, как мы констатировали, вот еще до эфира у пожилых людей. Это катаракта профессор, руководитель глазной клиники Игорь Соломатин у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Да, может быть мы действительно начнем о катаракте. Это действительно, наверное, проблема большая. Я знаю, что в свое время когда люди записывались на операции в государственной клинике уходили месяцы. По-моему и сейчас то же самое. Я так понимаю, что операция это чуть ли не единственное лечение. Начнем, может быть, с самого начала о природе катаракты и все вокруг нее, скажем так. Да. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Точнее, наверное, уже дело к вечеру. Но, тем не менее. Дело к вечеру, да. Мы сегодня будем говорить в новой передаче о медицинских проблемах. Я надеюсь, что мы будем говорить не только об офтальмологии, мы коснемся и других органов и систем нашего организма. Потому что все действительно взаимосвязано. Будем приглашать не только специалистов, офтальмологов, но и других специалистов. Но сегодня мы нашу программу начнем действительно с очень распространенного и практически актуального для всех заболевания, которое называется катаракта. Слово катаракта, в общем-то, это поток. Дело в том, что древние греки считали, что катаракта это такой зеленый поток, который идет из мозга и пересекает наш глаз и попадает потом в носовую полость. И вот этот поток как бы перегораживает человеку зрение и таким образом лишает его возможности видеть вокруг. На самом деле катаракту начали лечить уже в Древнем Египте. В Древнем Египте. В Древнем Египте, да. И делали это достаточно хорошо. Кстати говоря, я был немало удивлен, когда увидел кадры об операции, которая применялась в Древнем Египте, и которая сейчас очень успешно применяется в странах Африки, в дремучих деревнях Индии, Пакистана, где нет хорошей медицинской помощи. Кстати, об этой помощи я немножко потом расскажу, поскольку мне довелось участвовать в таких экспедициях, которые, в общем-то, выявляли пациентов с катарактой в этих странах. Так вот, там сидит человек, как парикмахер, можно сказать, на базарной площади. И в базарный день, там базарные дни обычно по субботам, приходят страждущие. И этот человек, который умеет делать катаракту, операцию, садится напротив человека больного, нажимает двумя пальцами руки на глаз, и через 2-3 минуты человек прозревает. Чем это связано? Это связано с тем, что он делает так называемую реклинацию. То есть, он вдавливает хрусталик мутный в стекловидное тело глаза. То есть, вдавливает его в полость, внутреннюю полость. И освобождает путь потоку света через все остальные слои и оптические среды глаза к сетчатке. Таким образом, человек прозревает и садится в следующий. Итак, в течение дня, ну, примерно 30-50 человек обретают зрение. Тут же рядом стоит лоток с бывшими в употреблении очками, где-то плюс 12. А действительно, когда остается у нас афакия, то есть, человек без хрусталика, ему надо действительно дать сильные очки. Плюс 12, плюс 14. И вот там эти страждущие сразу выбирают все очки, и счастливые уходят. То есть, нет необходимости покупать там лазеры, которые полмиллиона стоят, обновлять аппаратуру, делать там специальные аппараты для ультразвукового обследования. Когда есть такое малозвучительное история. Когда есть очень элементарный способ взять двумя пальцами руки, нажать и до свидания. Ну, все дело в том, что, конечно, этот метод был известен уже очень с древних времен, и поэтому и мы овладели вот такие, скажем так, люди, подобные парикмахерам. Но, конечно, этот метод влечет за собой массу осложнений в будущем. Понятно, что он может приводить к высокому внутриглазному давлению, и человек в результате слепнет от глаукомы, или приводит к отслойкам сетчатки, но, тем не менее... С такими же последствиями. Да, с такими же последствиями слепоты. Но, тем не менее, такой метод существует, и, действительно, у нас есть фильмы об этом. И, обычно, когда мы начинаем обучение врачей, которые идут в офтальмологии, мы показываем такой фильм о возможности оперировать катаракту руками. Ну, на самом деле, что такое катаракта? Действительно, это что-то напоминает поток, который мешает зрению. Но, в самом деле, если мы посмотрим на строение глазного яблока, то мы для себя отметим, что у нас есть две линзы в глазу. Это самая сильная линза глаза, которая называется роговица, ее оптической силы примерно 42 диоптрий. И эта линза, конечно, практически строит всю нашу систему оптики, и от нее зависит, будем ли мы близорукими, будем ли мы дальнозоркими, будет ли у нас астигматизм. И есть у нас вторая линза, которая находится внутри глаза. Это хрусталик. И вот этот хрусталик как раз отвечает у нас за возможность видеть на различном расстоянии. То есть, благодаря хрусталику мы можем сфокусировать свое зрение на близкое расстояние, на среднее расстояние, на дальнее расстояние. И все было бы неплохо, если бы с возрастом этот хрусталик не изменился. Ну, так получилось, что природа рассчитала человеческий глаз, ну, наверное, на возраст до 40-45 лет. После этого возраста природа не знала, что делать с нашим глазом, поэтому решила, что надо, чтобы хрусталик тоже старел, как и все остальные органы системы. И точно так же, как у человека появляются седые волосы, морщины, так же стареет и хрусталик. И появляется так называемое уплотнение хрусталика или изменение его биомеханической прочности. До 40-45 лет у нас хрусталик эластичен. И благодаря тому, что он подвешен на таких связочках и прикреплен к мышце, которая может менять его амплитуду движения, благодаря этому хрусталик позволяет нам видеть на различном расстоянии. Но с возрастом он становится все более плотным и плотным. И в результате силы вот этой мышцы уже не хватает после 45 лет сделать так, чтобы хрусталик мог достаточно хорошо нам давать возможность видеть на любом расстоянии. Поэтому очень часто после 45-47 лет многие из нас, которые никогда не носили очки, никогда не жаловались на зрение, одевают эти очки. Называются эти очки возрастными или пресбиопическими и помогают нам читать, писать, смотреть компьютер. Ну, в общем-то, для дали вроде как все остается по-прежнему, но вблизи и на среднем расстоянии у нас зрение меняется. Это связано вот как раз с тем, что у нас стареет или меняется с возрастом наш хрусталик. Понятно, что для того, чтобы улучшить зрение с возрастом, нам надо соответствующим образом что-то поменять в самом хрусталике. Или поменять сам хрусталик, или поменять его природу, или сделать так, чтобы он начал опять изменять свою амплитуду живо с возрастом. Ну, к сожалению, пока все эти методы, они находятся в эксперименте. То есть, и изменение возможности хрусталика эластично. То есть, есть определенные исследования, которые позволяют закапывать капли, и которые, так сказать, улучшают эластичность хрусталика. Но это тоже как бы было продемонстрировано на Американском съезде катарактальных рефрактивных хирургов уже года три назад японцами. Но, к сожалению, больше публикации об этом методе я не видел. Наверное, это был просто какой-то вброс. И дальше эксперименты, по-моему, уже не проводились. Следующий подход был обозначен как замена хрусталика новым инкомбонационным хрусталиком. Ну, эти исследования тоже в стадии экспериментов. То есть, старый хрусталик убирается, и на его место ставится новый, который может обладать аккомодационными свойствами. Кстати говоря, довольно интенсивно в этих исследованиях участвует и наша клиника. И надо сказать, что есть определенные успехи в разработке этих хрусталиков. Наверное, в будущее все-таки за такими. Ну, и последнее – это замена хрусталика на так называемые мультифокальные линзы. Это уже делается сейчас. Началось это где-то лет 8-10 назад. Это, собственно говоря, хрусталики, которые чем-то напобедают прогрессивные очки. То есть, стекла с несколькими фокусами. Фокус для близи, фокус для далее и фокус для среднего расстояния. Ну, для некоторых людей достаточно сложно примириться к таким фокусам. Для некоторых очень многое зависит от величины зрачка, особенно в темное время суток. Очень много оптических феноменов рождается после пересадки таких хрусталиков. Это засветки в ночное время, когда человек садится за руль. Это нарушение контрастной чувствительности глаза. И самое главное, что у человека должна произойти так называемая нейроаккомодация или нейроадаптация к этим новым хрусталикам. Если этого не произойдет, то со временем переносить эти хрусталики будет достаточно сложно. Но, тем не менее, практически ни одного хрусталика за этот период времени, 10 лет, мы ни у кого не удалили. Все остались довольно результатами. И это, скорее всего, связано с тем, что очень важная роль при этом отводится подбору пациентов. То есть, нельзя эти хрусталики, так сказать, направо и налево пересаживать. То есть, определённые есть противопоказания. Учитывать определённые строения глаза, определённую структуру глаза. И, естественно, есть определённые противопоказания к пересадке таких хрусталиков. Но, тем не менее, есть возможность улучшить состояние зрения, когда у человека появляется зависимость уже от очков для зрения на близком расстоянии. Ну, это, кстати говоря, так называемая рефракционная ленциктомия или рефракционная замена хрусталика. То есть, это больше операции с оптической целью. То есть, это операция не для того, чтобы убрать помутневший хрусталик, а это уже операция, которая делается для того, чтобы человека от очков избавить. А вот операции для того, чтобы бороться с этим заболеванием, это уже действительно операции по пересадке просто хрусталиков. Итак, катаракты, как мы с вами договорились, это помутнение хрусталика. В каком возрасте это появляется? Чаще всего мы никогда не задумываемся, когда же всё-таки начинаются первые изменения в хрусталиках глаза. И здесь я хотел бы подчеркнуть, что хрусталик – это первый человеческий орган, который начинает стареть. Первые изменения в хрусталике появляются уже в 18 лет. Поэтому, собственно говоря, наверное, наша молодость и юность продолжаются до 18-летнего возраста, а после этого мы уже начинаем стареть, потому что первые изменения в хрусталике природные происходят как раз в 18-летнем возрасте. И потом, со временем, постепенно это накапливается. У кого-то раньше, у кого-то позже. Меня часто спрашивают, а какая же природа заболеваний хрусталика? И почему практически у всех живущих на Земле рано или поздно будет эта катаракта? Так вот, надо сказать, что глаз – это то место, где происходят очень активные процессы обмена веществ. И поэтому глаз очень чувствительный к недостатку каких-то определенных белковых компонентов, аминокислот, биомеханических структур. И поэтому на фоне каких-либо возрастных изменений, ну, скажем, того же самого атеросклероза, нарушения кровообращения, гипертонической болезни, заболевания сердечно-сосудистой системы с возрастом, к сожалению, болезни не уменьшаются, а только наваливаются в все большем и большем объеме. Поэтому, конечно, глаз начинает тоже каким-то образом страдать от того, что меняется режим питания, меняется режим доставки кислорода. И хотя интенсивность работы с возрастом как бы ослабевает, то есть зрительные нагрузки с возрастом тоже ослабевают, не так часто можно видеть человека, проводящего весь день за компьютером. Хотя сегодня я должен и подчеркнуть, и сказать, что, наверное, все-таки большие пользователи интернета – это не блогеры, не люди, которые достигли возраста 25-30, а вот как раз пенсионеры, которые там сидят и листают всякие страницы, листают весь интернет и общаются активно в чатах друг с другом и по скайпу. С одной стороны, хорошо. Да, с одной стороны, конечно, паутина зашла и уже, так сказать, вовлекла все возрастные группы в свою сеть. Но, с другой стороны, конечно, не всегда полезно для лиц, особенно пожилого возраста, проводить большую часть времени, сидя за компьютером. Скорее всего, лучше было бы им пройтись и погулять. Так вот, значит, все-таки работа вблизи и работа, связанная как раз с сидящим положением, чаще всего приводят к застойным явлениям в области глаз. Потому что, во-первых, сидящее положение – это, во-первых, не совсем удобное для природы человеческого строения и анатомии положение. А все-таки это вызывает и застойные явления в области не только спины, но и глазного яблока. Это приводит и к изменениям иннервации глазного яблока, это приводит и к определенным изменениям зрительных центров коры головного мозга. Поэтому довольно часто это все приводит к тому, что глаз начинает испытывать и кислородное голодание, и недостаток питательных веществ в связи с застойными явлениями. И это все больше и больше сказывается на строении хрусталика, потому что хрусталик – это как раз белковая оболочка и белковая линза состоит из белков. И пространственное изменение ориентации белка может приводить как раз к начальным признакам помутнения. Очень активную роль в помутнении хрусталика играет ультрафиолет, поэтому ранние катаракты чаще всего встречаются в южных странах у народов таких стран, как Индия, Пакистан, Южная Африка, Австралия. И у наших пациентов надо сказать, что самый активный возраст, когда появляются проблемы со зрением, связанных с катарактой, это возраст где-то 75-85 лет. Наибольшее число оперированных пациентов как раз приходится на эту возрастную группу. Да, вот мы сейчас привемся, буквально на пару минут у нас новости короткие, и я объявлю телефон прямого эфира. Еще раз напомню, можете звонить, задавать вопросы 612-12-939, 612-13-939, есть и WhatsApp 2-300-6191, и эти вопросы, которые вы зададите, в том числе по WhatsApp, уважаемый профессор, если не успеет ответить сегодня, то, естественно, в следующих передачах мы обязательно на эти вопросы ответим, не переключайтесь. Профессор Игорь Саламатин у нас в студии, мы говорим о катаракте. Может быть, тогда такие два очень важных вопроса. Во-первых, как появляется катаракта, вот как пациент видит это ухудшение зрения, и дальше что действовать, куда обращаться, как себя вести? Какие жалобы в основном появляются у пациента, когда начинает мутнее хрусталик? Ну, в первую очередь, конечно, это ухудшение зрения. Пациенты приходят и говорят, что вот еще полгода назад у меня было хорошее зрение, они обычно сравнивают качество телевизионного изображения, ну, что еще смотреть, или качество изображения экрана компьютера. Но в основном при катаракте, конечно, меняется зрение вдаль, в первую очередь. И пациенты начинают ощущать, что у них изменилась возможность видеть передачи, особенно в цветном изображении. И главное, что у них происходит, это сменив очки, улучшение не наступает. Поэтому они вот тогда ищут уже помощи у специалистов, потому что замена очков не приводит к ожидаемому улучшению зрения. И тогда они приходят к нам. Ну, понятно, что мы проводим весь комплекс обследования, потому что у людей в возрасте нам надо знать абсолютно все о состоянии глазного яблока, включая и состояние сетчатки, и зрительного нерва, и сопутствующие заболевания, и нормы внутриглазного давления, и какие-то другие заболевания. Ведь с возрастом у нас появляется не только катаракта, у нас появляются и заболевания сетчатки, о которых мы, конечно, будем говорить, и заболевания зрительного нерва, и глоукома, и множество других проблем, которые, в общем-то, обостряются с возрастом, и человек о них просто не знает. Так вот, ухудшается зрение вдаль. Ну, и придя к нам, мы проводим все эти обследования и видим, что у человека уже появилось помутнение хрусталика, то есть хрусталик из прозрачного становится непрозрачным. Это, конечно, сказывается и на качестве зрения, и на возможности видеть, и на возможности улучшить зрение при помощи очков. И тогда мы предлагаем оперативную замену хрусталиков. Потому что, к сожалению, консервативного лечения хрусталиков и помутнение хрусталиков не существует. Есть такая большая страна, сосед у нас, Россия, и там вот люди еще до сих пор верят в чудодейственность рекламы, чудодейственность рекламы, и в капли, которые там производятся в безграничном, по-моему, количестве, и витаминные капли, и там белковые, и на меду, и без меда, и на спирту, и без спирта. Это, в общем, короче говоря, все виды. Ну и в основном эта реклама, да, в основном эта реклама, к сожалению, не ведет к улучшению зрения, а только затягивает процесс. Здесь я хочу сразу сказать, что наиболее благоприятный срок операции по поводу катаракты, это когда катаракта еще в так называемом незрелом состоянии. То есть, она еще не такая твердая, как дерево или камень. Вот когда она начинает твердеть, и тогда, когда она начинает уже увеличиваться в объеме, и начинает быть тяжелой, вот тогда это самые опасные моменты. Почему? Потому что я уже говорил, что наша линзочка или хрусталик держится на таких связочках, которые связывают хрусталик с мышцей. Если хрусталик превышает объем или нормы по весу, то эти связочки начинают рваться. И тогда происходит ситуация, которую мы называем подвывихом хрусталика, или даже может происходить вывих хрусталика в стекловидное тело. Вот это самые опасные ситуации для хирурга. Почему? Потому что удалять хрусталик в нормальном состоянии – это одно. Вот когда он уже осложнен, когда он уже не связан с этими связочками, то здесь необходимо уже ставить такие хрусталики, которые надо подшивать. Это уже осложняет дело, это уже удлиняет сам процесс. И понятно, что операция не пройдет без осложнений. Осложнения при этой операции могут быть разные, начиная с кровотечения и заканчивая потерей зрения. Почему? Потому что если хрусталик вдруг обрушился в ходе операции на глазное дно, то приходится уже, подключая совсем другие технические средства, уже необходимо проводить совсем другие операции и манипуляции, которые затягивают операцию уже на несколько часов. Поэтому, как говорится, себе дороже играться со временем. То есть, ждать особо долго не надо. Ждать особо долго не надо. И поэтому, ну видите, тут еще одна причина, чисто материальная. Вся проблема в том, что у нас операции по поводу катаракты квотированы. То есть, есть выделены квоты медицинским учреждениям. И, ну, до этого года, пока эти квоты не увеличивались, люди стояли в очередях по 3-4 года. Понятно, что некоторые даже не могли дождаться этой операции и умирали уже без нее слепыми. Некоторые, конечно, дожидались, но приходили уже к врачам с совершенно осложненными проблемами, запущенными, правильно вы сказали. И в результате этого, конечно, не обходилось и не обходится до сих пор без осложнений в ходе этих операций. Потому что, с одной стороны, кого винить, с другой стороны, надо что-то делать. Вот, поэтому, ну, слава Богу, что мы владеем всеми навыками удаления хрусталика, так сказать, и со дна глаза достаем, и подшиваем, и меняем эти линзы, которые там находятся, и которые уже не выдерживают. Да, то есть, понятно, что это все делается с опытом, и мы все это можем делать. Но, с другой стороны, конечно, этого лучше не делать, потому что это, с одной стороны, занимает совсем другое время, и, конечно, это требует совсем других денег. Да, я извиняюсь, что вас прививаю. Давайте прием и звонок нашего радиослушателя. Добрый день. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Это такой вопрос. Вы знаете, мурашки глаза, черточки, пошел прочее, она пописала и про мелолозу какую-то покапать, да? Это там предшественные татарапты, или я не так что это понял? Я просто, если этот хрусталик мутнелет, может быть, побольше жидкость светит, не так быстро, но мутнелет, или я не прав, как вы думаете, потом полога? Да, спасибо большое. Ну, значит, на первую часть вопроса я отвечу так, что черточки, мушки перед взором, в поле зрения, это чаще всего свидетельствует о том, что появляется так называемая деструкция стекловидного тела. Дело в том, что в глазу есть так называемая гелеобразная субстанция, которая напоминает жидкий желатин, это стекловидное тело, и оно состоит, как стекловолокно, из множества-множества фибрил. При нарушении обменных процессов, при каких-то стрессовых ситуациях, при зрительных перегрузках, при нарушении кровообращения и так далее, там масса ситуаций, эти фибрилы начинают меняться, они ломаются. В норме они ориентированы параллельно световому потоку, поэтому практически мы их не ощущаем. А вот тогда, когда они ломаются, они занимают перпендикулярное положение и начинают эти кусочки плавать, потому что это гелеобразные субстанции. И свет, который идет в глаз, он отражается от этих перпендикулярных фибрил или плавающих фибрил, и мы их видим в виде теней, которые дают нам картину точек, плавающих ниточек и так далее и тому подобное. Сначала они появляются, потом на какое-то время не исчезают, потом опять появляются. В принципе, мы не считаем это проблемой патологической. Мы считаем чаще всего, что это физиологическая проблема, и, к сожалению, нет капель, которые лечат эту проблему. То, что касается второй части вопроса, который говорит о каплях, ну, эти капли гипермелоза – это капли, которые назначаются при синдроме сухого глаза. То есть, они искусственные слеза, которые помогают избавиться от сухости в глаз. Ну, и насчет жидкости. Вот как раз оводнение и появление вакуолий в хрусталике – это как раз вот та часть проблемы, которая и вызывает катаракту. И оводнение хрусталика – это, к сожалению, первый этап, когда начинает мутнение хрусталик. Поэтому, ну, это не совсем то, что нужно делать, это пить больше жидкости. Вообще жидкости надо пить столько, сколько надо, а не столько, сколько нужно для лечения. Поэтому, конечно, здесь есть свои лимиты и свои нормативы и нормы. Ну, в принципе, здесь тоже требуется хирургическое вмешательство вот в этой ситуации? Когда появляются черточки, штрешки и так далее. Здесь чаще всего, если это действительно мешает жить, и пациент жалуется на ухудшение зрения, существует специальный лазер, который занимается так называемым витриолизисом. И благодаря лучу этого лазера разрушаются вот эти плавающие помутнения. Кстати говоря, вот эти фибринозные помутнения, которые возникают из ломкости фибрилстекловидного тела, они меньше всего пациентам досаждают. А вот холестерин или жировые включения, которые уже идут из сосудов и связаны с повышенной проницаемостью сосудов, с высоким уровнем холестерина в крови, с атеросклерозом, вот эти проблемы, которые мы называем или синдромом золотого дождя, или серебряного дождя, вот эти проблемы начинают мешать зрению. И тогда мы включаем лазер, который занимается витриолизисом, то есть разрушает эти помутнения, и человек на время, на время, подчеркиваю, улучшает свое зрение. Но на время. Почему на время? Потому что мы боремся с последствиями, но не с первой причиной этого заболевания. Со временем эти точки могут появиться опять. Это совсем не гарантия того, что они не появятся никогда. Вот поэтому, вы знаете, один очень известный и талантливый хирург в свое время, американский хирург, человек, который изобрел операцию факоэмульсификации, Кельман, он в свое время сказал, что единственный достойный способ консервативного лечения катаракты – это пешие прогулки, которые занимают не менее двух часов. Вот поэтому, если хотите заниматься профилактикой катаракты и улучшать свое зрение, то гуляйте больше на свежем воздухе и не менее двух часов в день. Тогда это помогает. Кстати говоря, это помогает и при глоукоме. Так что здесь надо воспринимать это как норму. Видимо, одну из передач мы ей посвятим. Да, обязательно, обязательно. Конечно. Без этого мы никуда. Так вот, я хочу сказать, что, значит, как происходит, значит, мы с вами определили, что катаракты – это ухудшение зрения вдаль, вот, потом исследования на различных аппаратах, исключение других заболеваний, потому что с возрастом, конечно, появляются не только заболевания, связанные с помутнением хрусталика, но и другие заболевания глаз, вот, которые могут снижать зрение. Поэтому нам надо их исключить или сообщить пациенту, что мы вам прооперируем катаракты, но, возможно, эффект от этой операции не будет таким уж большим, потому что у вас есть еще какие-то другие заболевания. Вот. И, наконец, мы доходим до операции. В чем заключается операция? Ну, во-первых, надо правильно рассчитать оптическую силу пересаживаемой линзы. Во-вторых, надо определиться с общим состоянием пациента. Поэтому мы обязательно всех пациентов отправляем на анализы, потому что нам надо исключить не только проблемные заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой, там, артериальным давлением, но нам надо исключить и какие-то воспалительные заболевания, которые находятся вблизи глаз. Ну, скажем, заболевания уха, горла, носа или придаточных полостей носа для того, чтобы инфекция оттуда не попала в область операционного поля и не вызвала потом впоследствии каких-то воспалительных заболеваний глаза. Поэтому после получения этих анализов, кстати говоря, эти анализы нужны не только нам, но и нужны анестезиологу, потому что, наверное, мы одна из немногих клиник в городе, которые все операции на полости глаза делаем присутствием анестезиологом. Ну, во-первых, это помогает нам во многих отношениях, ну, избавляет нас от стресса, связанного, ну, скажем так, с подъемом, внезапным подъемом артериального давления у пациентов или с какими-то приступами тахикардии или какими-то сердечными приступами и так далее. Потому что все пациенты, в основном, это возрастные пациенты, и болезней у них довольно много. Во-вторых, присутствие анестезиолога снимает стресс. Потому что уже сама дверь в операционный зал у многих пациентов вызывает, конечно, стресс. Подъемом артериального давления. И у пожилых пациентов это стресс вдвойне. Они остаются один на один сами с собой, и нет у них там родственников ближайших, детей, которые их сопровождают обычно. Поэтому, конечно, для них это стресс. Вот, и присутствие анестезиолога помогает этот стресс снять, а нам помогает, соответствующим образом, спокойно провести операцию. В норме, если это все нормально, операция занимает, ну, где-то 12-15 минут. Извиняюсь, что я перебиваю. Здесь вот по всем линиям нам и звонки, и вопросы. Вот спрашивают по старческую дальнозоркость. Это как-то может быть связано с катарактой? Да, я только что в начале нашей передачи рассказывал о том, что есть такая аккомодация. И с возрастом у нас возможность видеть на различных расстояниях меняется. И, к сожалению, после 45 лет эта проблема требует уже какой-то очковой коррекции. И причем, в основном, это плюсовая коррекция. Поэтому в народе существует такое понятие, как возрастная дальнозоркость. На самом деле эта проблема имеет другое название. Это проблема пресс-биопии или возрастная коррекция зрения, связанная с уплотнением хрусталиков. Можно обойти. Это можно, да, коррегировать очками. Или, как я уже говорил, если очки не подходят, и у человека есть настойчивое желание избавиться от очков, тогда мы ставим мультифокальные линзы внутри глаза и соответствующим образом. На всю жизнь, на всю жизнь, подчеркиваю, избавляем человека от очков. Да, всю жизнь. Успеем ли принять, наверное, еще один звонок? Очень много звонков. Добрый день или добрый вечер. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Короткий вопрос. Пенсионеры с 37-го года рождения нуждаются в операции удаления катаракты. По квотам назначили, как издевку, очередь через два года. Как такое вообще возможно, и что с этим делать? Потому что 82 года уже сейчас, и назначить очередь еще через два года, ну, это, мягко говоря, просто издевательство. Спасибо. Спасибо, да. Ну, вот то, что мы говорили, да. Да, к сожалению, мы не руководим финансовой политикой Министерства здравоохранения. И, как я уже говорил, операция катаракты – это квотовая операция, то есть она идет по квотам, если вы хотите делать ее бесплатно. Поэтому я уже, по-моему, говорил в нашей передаче о том, что некоторые пациенты даже не успевают дожить до этой операции и теряют, и умирают вместе с плохим зрением. Потому что, ну, очередь растягивается на… раньше было 3-4 года, но сейчас 2-3 года. Ну, то есть тогда фактически нужно обращаться в клинику? Ну, тогда, в принципе, да. Вашу клинику. Надо обращаться в нашу клинику, и тогда мы уже поможем, да. Ну, постараемся как можно подойти благопристойнее. Да. Может быть, в оставшееся время так подведем итоги, как бы сконцентрировано в эти в оставшиеся пару минут. Давайте, давайте. Значит, как я понял, катаракта – это действительно сигнал того, что ждать долго не надо. Ну, да. Катаракта занимает первое место в мире по слепоте. Катаракта занимает первое место в мире по операционной активности. То есть самая популярная операция в офтальмологии – это операция по поводу катаракты. Катаракта практически появится у всех. То есть вопрос только в возрасте. Не надо себя тешить иллюзиями. Да, не надо себя тешить иллюзиями, что это обойдется. Нет, не обойдется. Будет у всех. Надо понять, что можно избавиться от очков так называемой возрастной дальнозоркости, если вы вместо хрусталиков природных поставите искусственные хрусталики, мультифокальные, которые заменят вам необходимость ношения очков. И это будет на всю жизнь. Ну и последнее. До сих пор существуют методы и операции, которые были применены в древней Египте и которые с успехом развиваются в таких странах, как Египт, Пакистан, Индия и так далее. Так называемый путь. Реклинация хрусталиков. Но это не наш путь, потому что это связано с огромными осложнениями. Да. Ну, я так понимаю, что мы через неделю встретимся вновь в этой же студии, в это же время. Может быть, такой анонс, во-первых, что будем обсуждать? Я так понимаю, что по-прежнему можно задавать вопросы, мы обязательно ответим на них в следующей передаче. Ну, на следующей неделе мы будем обсуждать проблемы дегенерации сетчатки, возрастной дегенерации сетчатки, дистрофии сетчатки. Ну и как раз займемся. И вот еще договорим о том, о чем мы не успели договорить сегодня. Игорь Саламарев, у нас был в студии, укрепитель глазной клиники. Слушайте нас и до встречи как раз вот в этом же.